Понятное дело, что команда уже целую неделю занимается здесь, в Казани, но тем не менее, как прошел твой отпуск, чем занимался, расскажи, с какими эмоциями ты приступил к работе. Я ездил в Турцию отдохнуть с семьей, потом на несколько дней съездил в Карелию к родным, посмотрел такие замечательные места новые для себя, потом вернулся в Самару, уже готовился к сборам, у нас была программа, нужно было подышать, побегать немножко. Команда уже неделю занимается здесь, в Казани, расскажи, какие успехи, какая готовность сейчас у коллектива? Мы постепенно набираем форму, у нас в первые дни была беговая работа, двухразовые тренировки, потихонечку набираем, надеюсь, к первому туру будем в оптимальной форме. Непривычная ситуация, сборы проходят в России, в Казани, какая-то есть отличие, может быть, от зарубежных сборов или, в принципе, это не слишком важно? Да, на самом деле, интересно, новый опыт, плюс недалеко до Самары, то есть мы сбор закончим, буквально пару часов и мы уже дома. Так, условия хорошие, поле замечательное, всем довольны. Не могу не спросить, у нас в коллективе произошли некоторые изменения, покинули команду Антона Зиньковского, Саша Сарвелли, тысяча разготов к роли лидера, потому что это были лидеры команды. Какие-то есть у тебя дополнительные эмоции, может быть, какие-то амбиции дополнительные? Амбиции есть, да, конечно, но какие-то эмоции от того, что вот, если я скажу, я хочу быть лидером, это все пустые слова, нужно доказывать на поле, делом, вот, такие заявления делать не хочу, все увидим на поле. Но есть хорошие новости, ты подписал контракт, у тебя теперь больше срок, расскажи, долго ли шли переговоры, быстро ли согласился, вообще как об этом? Да, согласился быстро, переговоры тоже прошли легко, вот, на самом деле мне очень нравится в крыльях, они очень многое дали лично для меня, вот, хотелось бы еще один сезон как минимум провести здесь, я понимал, что несколько лидеров покинули нашу команду, вот, и хотелось как-то вот остаться именно здесь. У нас запланировано два контрольных поединка, конкретно в Казани, мы сыграем с Рубином и с Акроном, важно ли, какой у тебя соперник в ближайшем матче или, в принципе, на сборах это не принципиальная события? Да, на сборах это не важно лично для меня, не знаю, кто для других, по сути, нужно набрать плавно форму, проверить себя в каких-то кондициях с этими соперниками, что-то наиграть новое, какие-то заготовки старые и оптимально подойти к сезону. Ну, теперь давай тогда поговорим о важных матчах, мы стартуем с Оренбургом, с Зенитом в гостях, видел ли график, что о нем думаешь, важен ли этот момент для вас? Да, тоже момент не важен, мы сыграем же со всеми командами, это не жеребьевка, то есть, какое расписание есть, так и будем готовиться, будем идти от матча к матчу и стараться в каждом побеждать. Юр, ну ты наверняка видел последнюю фотографию на нашем сайте об абонементной программе, где ты, собственно говоря, возглавляешь эту фотографию, скажи что-нибудь болельщикам, после чего у них отпадут сомнения, почему нужно взять абонемент и перейти на футбол? Приходите, пожалуйста, на нашем матче, обещаю, что мы будем также выкладываться, как в прошлом сезоне, радовать вас своей игрой, биться на максимум, ну а вы покупайте абонементы и занимайте лучшие места. Субтитры сделал DimaTorzok